Всем привет! Сегодня поговорим о внутренностях, о потрохах. Называйте как хотите. Речь пойдет о печенке. Сегодня я покажу вам, как готовится печенка по-берлински, на что следует обратить внимание, невзирая на то, что рецепт в принципе очень простой, но многие его готовить не умеют. Ну и я в том числе. Но тем не менее я вам его покажу. Поехали! Для этого рецепта нам понадобится печень. В идеале было бы, конечно, печень теленка, которую я вам презентирую. Но если как таковой не имеется, можете взять говяжью, можете взять свиную. Какая у вас есть? Понадобится лук, понадобится кислое яблоко, мука, соль, перец и немного темного базового соуса. Как он готовится, ссылку я оставлю под видео. В качестве гарнира для печенки я возьму картофельное пюре. Нарезаем яблоки на шайбы. И удаляем сердцевинку. Лук разрезаю пополам и нарезаю полукольцами, не очень мелко. Ну и отправляюсь к плите. Сначала я обжарю яблоки, затем я приготовлю лук с соусом и только после этого я приготовлю печенку. Обжариваю яблоки на растительном масле с добавлением топленого масла. Яблоки готовы, я их перекладываю на тарелку. И в этом же массе я обжариваю лук. Такая сковорода у меня очень горячая, я ее просто снял с плиты. Остаточной температуры мне для начала хватит. Яблоки я отправляю в предварительно разогретую духовку до 80 градусов, для того, чтобы они мне все время были горячими. Так, мой лук готов. Я его отброшу на сито, чтобы стек лишний жир. Отправляю опять лук в сковороду. Присыпаю слегка мукой. Дам немного портвейна, совсем чуть-чуть. Добавлю соус. И дам немного повариться. Перемещаю в кастрюлю и буду обжаривать уже печенку. Так, сковорода горячая. Добавляю растительного масла, добавляю топленого масла. Печенку я, это очень важно, в данный момент не солю, не перчу. В муке обволакиваю именно тогда, когда начинаю непосредственно жарить. То есть сразу в муку и сразу в сковороду. Муку стряхнуть. Печенку я нарезал не толстая, поэтому я ее уже переворачиваю. Это видно потому, как сверху появились такие кровяные подстуки, скажем так. Очень важно печенку не пережарить. Вот теперь я печенку солю и перчу с одной стороны. Отправляю к яблокам. Перчу и солю с другой стороны и отправляю в духовку. Температура, как вы помните, в духовке у меня 80 градусов. Отправляю буквально на 3 минуты. Так, друзья, ну вот печенка моя, точнее не моя, а телячья отдохнула и я делаю подачу. Вот так вот, друзья мои, выглядит печенка по-берлински. В принципе, ничего сложного, но как я уже говорю, очень важный аспект, чтобы печень осталась именно сочной. То, что она у меня сочная, можете даже и не сомневаться. Еще хочу дать вам одну маленькую рекомендацию при покупке печенки. Печенку я бы не рекомендовал покупать в вакуумной упаковке. У меня просто был такой случай, что я купил печенку в вакуумной упаковке срок годности, который еще был 3 дня. Но на следующий день она уже была никакая, есть ее было невозможно. Она уже просто-напросто превратилась, она не превратилась, она разложилась, как у алкоголиков. Имейте это в виду. Смотрите, чтобы печенку нарезали при вас. Да, и не вымачивайте ее. Делать этого не нужно. От этого она будет только хуже. Но это мой личный опыт. Если вам понравилось это видео, оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки. Ну а я вам желаю всего самого доброго и до новых видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok